Я не знаю, чё рассказывать, чё рассказывать. Я не знаю даже, чё рассказывать. Чё рассказывать, всё ясно, чё рассказывать. Не знаю даже, чё рассказывать. Шёл из банды и всё, чё там рассказывать. Никого не трогал, я вообще всегда после банди никого не трогаю. Я не знаю, привычка что ли дурацкая такая. Всегда и главное. Отец у меня тоже никогда никого не трогает после бани. Мы всегда с ним. Мы с ним на разных концах этой деревни живем. Он на том конце никого не трогает, а я на этом. Мы всегда с отцом. Как суббота мы с ним в баню сразу раз. Не знаю даже, что рассказать. Я полотенце повесил на шее, иду себе спокойно. Отдыхаю. Сохну постепенно. Морда, морда красная такая. Главное, мне всегда после бани красную я. Я не знаю, главное, у отца не красная. Ну, на себя посмотрю весь, но не красный, а морда красная. Я не знаю даже, что рассказывать. Ай, что рассказывать. Я всегда как суббота в баню сразу раз и все. Главное, это бабы даже в другой раз видят я в баню. Пошел, значит суббота и все. Ну, я и иду спокойно, главное, это ничего не подозреваю. Настроение нормальное, что у башка сохнет. Морда красная. Издалеко видать, когда из бани иду. Издалеко. Это самый чистый весь, абсолютно. Я всегда после бани чистый. И вот я смотрю, там это, ну, березник на берегу, березник такой, ну, рощица березовая такая, березовая рощица. Там деревья всякие березовые растут. И я смотрю, наши пацаны там между деревьями бегут, суетятся что-то с этими, с городскими, те на лодках, ну, из реки приплывают. У них там мероприятие такое, березники, я не знаю, все они постоянно там, после этого указа этого, у них с двух часов стали продавать, а у нас почему-то забыли и с одиннадцати оставили. И началось это, наши пока с утра косят, косят, литовки бросят, приходят в деревню, а тут ничего же. Все городские выпили, козлы. Вот у них там эти мероприятия, а мне-то что, я в робкопе работаю, у меня же дома всегда есть, что я буду драться. И я пошел спокойно мимо, посмотрел, что нормально, хорошо дерутся, думаю, что я буду. Я тут чистый весь, они там пыль подняли какую-то. И прошел, главное, буквально, слышу сзади шуги такие-то, самое, дым-дым-дым-дым, поворачиваюсь, смотрю, ко мне какой-то парень бежит, это с деревьяным веслом в руках. Ну, радостный такой. Я еще смотрю, это ненашенский парень, думаю, может, что, спросить, мало ли. Нет, а ничего не спрашивал. Не спроси, я прям, когда-то по плечу бежит, у меня рука брыг, отсохла. Я стою так, самое, здесь, я говорю, это вот здесь, как хрустнуло, вот здесь, как хрустно. Раз, и поломалось это все пополам. Весло. Ну, он стоит, смотрит, я говорю, ты че? Делаешь что? Больно же. Иди, говорю, отсюда. Он ушел, быстро, бегом. А я стою, у меня настроение там вся понизилась. Думаю, ни черта себе припарка после бани. Мне завтра на работу, он мне еще руку отшарашил. Там, думаю, ладно, все равно завтра на работу, думаю, что пойду, я, смотреть, отдохну, у меня же дома есть. И буквально прошел, слышу, опять сзади, дум-дум-дум. Поворачиваюсь, опять это ненормально стало вторым главным веслом. Какой-то радостный такой. Я еще эту сторону убрал. Что мне второй раз-то? Он мне сюда как, дал у меня опять, раз, рука. И поднять не могу, чтобы показать, что он ненормальный. Я говорю, ты че делаешь тут? Второй веслом уже сломал. Чем теперь гребсти-то будешь? Отсюда вам. Самый, иди давай. Он это ушел, я стою, вообще все настроение упало. Завтра же на работу. Ну и пошел спокойно. И слышу вдруг, опять сзади, дум-дум-дум. Я сам и поворачиваюсь, и то же самое, ну, картина, только весло это дюралевое. Я говорю, ты че, в натуре совсем наглость потерял? Она же не ломается, только гнется. А мне завтра на работу. А сам стою, думаю, хорошо, что я попался, другого бы убили за мной. Ещё-то, думаю, вдруг по голове взял и убрал в сторону. А он рядышком с головой, так, дал. Ну больно, ёбарас это. У меня прямо это самое погнулось, и весло в одну сторону, а шею в другую. А завтра же на работу. Ну потом у меня с непривычки и темно стало в глазах. Ни черта не вижу, вот так, потёмка с рукой. Пошарил, пошарил это. Его нет. И не знаю, ушёл, наверное. А потом прояснение началось, я смотрю, буквально вот где тропинки берётся и растёт. В смысле, яросла. Я её что-то отломил возле корня. Взялся за этот затонкий конец. И, короче, не знаю, что рассказывать. Что рассказывать, загнал всех в реку, да и все что рассказывают. Там, это, наших пацанов штук шесть попалось. Всё, потом интересовали, что, говорю, своих в реку загнал. Какие-то странные, когда бы я их там сортировал, да мне завтра на работу. Потом эти прибежали с повязками, когда не надо, много налетел. Говорю, милиция, пойдём? Я говорю, пойдём, что мне всё равно по дороге. Я живу рядом там, что-нибудь. Ладно, я пойду, мне завтра с отцом надо с утра ещё сено покосить. Приезжайте, ловочка, нам отдыхать. У нас природа классная, вообще, мужики, спокойные. Приезжайте, пока я в Ромкопе работаю, танцы сидят. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ